Сегодня у нас замечательный день. Больше всего люблю, когда у нас начинается сборка нового объекта. Причем небольшая предыстория проекта. То есть мы за последнее время создали достаточно большое количество домов в таком полутораэтажном варианте. У них были какие-то там плюсы, минусы, какие-то тонкости. И вот учитывая все пожелания, учитывая весь опыт строительства таких домов, мы, я думаю, воплотили все это в этом доме. Я думаю, это будет особенный дом, дом, что мы строили до этого. Ну, по проекту он полутораэтажный. То есть здесь первый этаж больше второго. Здесь две кухни. То есть одна нарядная парадная кухня. Есть как бы черновая, которой можно и складывать какие-то в свою утварь. Где-то можно, не знаю, помыть посуду и сложить все там. Плюс камин здесь сделан нетрадиционно. Он будет находиться не в зале, как обычно, а в столовой. Как собираем? Я сейчас попробую пройти сам, как бы своими глазами показать некоторые вещи. Затем опять поговорим. Ну, во-первых, знаете, я не очень понимаю подкладочных досок. Не знаю, зачем это делается. Потом отливы делаются. Хотя весь современный деревянно-строительный мир делает, вот как сделали мы. В чем отличие? Вот фундамент. Эта плита, она достаточно ровная, но она не идеально ровная. То есть подкладывая под венцы, вес дома большой, дом обязательно перекосит. Вот мы отливаем такой ноль. Это вот 5 сантиметров выстроенный по маякам уровень, на котором гидроизоляция. Он делает две вещи. Первая, он идеально выстраивает горизонт для стены. И вторая вещь, когда идет дождь, мы делаем такие технологические отверстия внутри каждой секции, в которые уходит вода. Мы их покажем. Из фундамента выходят закладные, выходит канализация. И самое главное, брус слегка нависает над фундаментом. Вот как здесь. Со всех сторон. Что это дает? То есть когда мы смонтируем отделку цокольного этажа, вода должна, попадая на стены, просто капля срываться и стекать. И тогда никакие излиственницы, отливы будут не нужны. То есть будет работать природа. Затем замок. Вот видите, он такой. Брус, в зависимости от влажности, он не бывает идеально калиброван. Где-то миллиметр, где-то больше. Чтобы он собрался в этом замке, обычно делают большие зазоры. Эти зазоры, во-первых, некрасиво, во-вторых, через них потом продуваются. Мы сделали такую фаску. Делается с двух сторон. С одной стороны замка и с другой стороны замка. И брус собирается, и нет щелей вообще. Вот если посмотреть, вот это внимательно, смотреть при сборке, щели отсутствуют. Если фаску эту не сделать, то он просто не соберется. Тогда придется делать большие зазоры. И будет видно это зазоры. Ну и плюс мы применяем из такие специальные пластины. Это псул. Он потом расширится и перекроет в двух направлениях. Так и так перекроет внутренний паз. Потому что все эти вещи, касаемые пены и прочее, нам кажется, работают не так. Для этого сделаны, видите, два таких пазика. Вот он сейчас стоит в состоянии, назовем так, покоя. А потом он внутри расширится. Потому что когда работает вентиляция, всегда через все щели воздух подсасывается. Продувается, идет холод в дом. В данном контексте этого не происходит. Это самое важное. Венец, то есть собрать первый ряд. Это там, если неправильно соберешь, дальше пойдет, все ошибки пойдут вверх. Если правильно, то дальше будет легче. Вот мы входим в дом. Очень люблю вот это начало. По той причине, что всегда дом растет. Смотришь, в конечном итоге получается здание. Вот они такие небольшие отверстия. Там в грунт уходит вода. Вот они везде есть. И она не поднимается выше, чем вот этот ноль, который был сделан. Снизу также приклеивается под нулевой венец, приклеивается псул. Вот ребята несут. Вот видите, да? Вот он как раз сделает герметичным между подрезоляцией и краем. Не надо никакой пены. Мало того, он будет всегда расширяться, сужаться. То есть он не статичен. Его поставят и будет все норм. Вот мы уже собираем так не один десяток домов. И эксплуатация показала, что эта технология дает определенные результаты. По крайней мере, по углу не продувается. Все закладные, которые необходимы для ввода коммуникации, для отвода, то есть канализации, они делаются внутри фундамента. Здесь видно, вот они у нас утеплители. Мы делаем из 160 трубы, а туда подводим уже все внутренние коммуникации, канализационные, которые будут в доме. Нужно предусмотреть стойки канализации, собрать их внутри фундамента. Нужно предусмотреть закладные для ввода электричества, для ввода воды и выхода контрольных кабелей для ландшафта. Выключатели, видеонаблюдение и прочее. Никто не делает таких красивых и замечательных фундаментов. Все достаточно к этому относятся. А мы вот делаем, вот такие гладенькие, красивые. Все должно быть красиво, и то, что вы прячете внутри, тоже должно быть красиво. Минимально мы делаем 600. То есть 200 где-то будет отмазка. 400 тот минимум, который допускается для цокольной части фундамента. В данном контексте идет перепад большой. Пойдемте посмотрим, сколько получилась максимальная высота. Вот метр 35. Здесь будет веранда, вот как раз в этом месте. Здесь немножко еще выше будет поднята. Но учитывая, что здесь много деревьев, веранда, которая находится на возвышенности, будет, мне кажется, неплохо выглядеть. Хуже, если наоборот. Почему рекомендации 400? Высота снежного покрова для того, чтобы она не дошла до бруса, и брусь не начал портиться от влаги. Сегодня у нас 13 сентября. Мы начали новый проект. Интересный дом. Я об этом буду вам рассказывать. Продолжение следует...